Здравствуйте, я Бовинов Григорий Вячеславович, активист профсоюза действия и председатель инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочей Академии. Итак, у меня для вас сегодня просто классная новость. Дело в том, что мне как профсоюзнику постоянно приходится доказывать работникам различных медицинских и немедицинских организаций, что бестолку обращаться в государственную инспекцию труда, в прокуратуру различных уровней, губернатору. Вот это вот с царских времен курсирующее понятие, что бояре плохие, а царь хороший, просто царь нас не слышит. Вот это все время приходится доказывать, что ему не надо никуда обращаться, давайте на месте создадим большой профсоюз, будем бороться за прогрессивный коллективный договор. Но часто все-таки приходится писать вот эти письма, которые доказывают, что обращаться вот в эти все органы бестолку. Но на это уходит время, пока они, вот эти письма идут туда, пока приходят ответы, проходит большое количество времени, у народа уже вот этот азарт, пыл проходит, всем машут рукой, а нам ничего не доказать. Ну и в медицинских учреждениях обычно увольняются, то есть вот протест такой, мы возьмем и уволимся. Но понимаете, вы увольняетесь с одного учреждения, переходите в другое, но вот этот круг ухудшения условий труда все сжимается и сжимается, и в принципе уже на данный момент увольняться-то и переходить некуда. Надо оставаться на своем рабочем месте и бороться за свои права на рабочем месте. И вот мне помогли доказать, что бестолку обращаться в ГИД прокуратуру, то есть вот эти терзания, обратиться в ГИД или обратиться в прокуратуру, тут сразу вот отвечает на письмо санитарок из Морозовской больницы, одномоментно и ГИД, и прокуратура областная, и прокуратура районная, и все это спустила генеральная прокуратура, и все это прокомментировал губернатор Ленинградской области. Вот этот ответ на экране. Прокуратурой области с привлечением Селушской городской прокуратуры и Государственной инспекции труда в Ленинградской области проведена проверка по обращению работников Морозовской городской больницы в Селушского района Ленинградской области о нарушении их трудовых прав, поступившей из управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Подписано письмо заместителем начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства, юрист первого класса А.А. Галкина. После того, как я прочитал это письмо, у меня возник вопрос сразу, правильно ли я понимаю, что такое юрист первого класса, вот этот вот первоклассный юрист, потому что мы с вами сейчас прочитаем это письмо, и у вас тоже возникнет вопрос, а вообще эти люди, которые составляли эти письмо о школу, то они хотя бы закончили. Итак, что же хотели узнать санитарки? Первый вопрос – это куда делся класс вредности, потому что они работают на инфекционном отделении, у них должен быть класс вредности, а вместе с ним доплата за вредность и отпуск за вредность, и второе – где же предметы ухода за больными, за тяжелыми, вот где это все? Вот такие вот условия задачи для прокуратуры областной, для районной прокуратуры, для государственной инспекции труда под надзором генеральной прокуратуры, а также под надзором губернатора. И вот надо было доехать до Морозской больницы и ответить на эти два простых вопроса. Справились ли участники вот этого мероприятия с поставленной задачей? Мы узнаем из прочтения ответа. Установлено, что в связи с изменениями системы оплаты труда работников государственных учреждений в Ленинградской области в соответствии с областным законом от 20.12.19 года номер 103 об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области и постановлением правительства Ленинградской области 262 об утверждении положения о системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам экономической деятельности, признанию тратившими силу полностью или частично отдельных постановлений правительства Ленинградской области введением новых межуровневых коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат коллектив больницы своевременно уведомлен об изменениях условий трудовых договоров с 01.11.2020 года. С согласия работников с ними заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам, содержание которых не противоречит требованиям федерального законодательства. В настоящее время зарплата работников Морозовской городской больницы зависит от их квалификации, сложности выполняемой работы, фактически от работного времени и результатов труда. Новая редакция трудового договора обеспечивает сохранение для работников прежнего размера заработной платы при условии сохранения объема должностных трудовых обязанностей работника и выполнение им работ той же квалификации. Итак, пять абзацев из шести, ответа пока нет. Спросили конкретно, куда делись результаты СОУД, почему на рабочем месте не определен класс вредности, из них вытекает, соответственно, доплата за вредность и дополнительный отпуск, они вот чешут какую-то свою. О чем же говорят эти пять абзацев? Пять абзацев говорят о том, что прокуратурой ГИД установлено, что все-таки администрация больницы предупредила работников об изменении оплаты труда, вот этого положения, за два месяца. И никто не отрицает, что конкретно об изменении оплаты труда работники были предупреждены. Но о том, что будут новые какие-то трудовые договоры, что не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, об этом не говорилось вообще. И под эту дудочку о том, что изменили вот это положение об оплате труда, впихнули еще шестидневную рабочую неделю для поликлиники, упразднили СОУД для некоторых, для некоторых изменили СОУД, и там поменялся класс вредности. Вот об этом сотрудники и переживают. И опять же, что это за новые трудовые договоры? В третьем абзаце написано, что заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам. А вот через абзац написано, что новая редакция трудового договора, то есть областная прокуратура, районная прокуратура, государственная инспекция труда так и не определились. Это были дополнительные соглашения? Новая редакция трудового договора или же новые трудовые договоры или просто трудовые договоры, на основании чего вообще это все заключено? Итак, пять абзацев из шести. Ответа нет. Напоминаю, какие вопросы были заданы. Итак, где СОУД, а с ним и класс вредности, а с ним и оплата за вредность, и дополнительный отпуск на инфекционном отделении. Второе, где предметы ухода за тяжело больными пациентами. Читаем шестой абзац. В связи с оказанием в Морозовской городской больнице медицинской помощи коронавирусной инфекции, работники получают предусмотренные выплаты стимулирующего характера, установленные постановлением правительства Российской Федерации от 12.04.20.484 и правительства Ленинградской области от 0.08.04.20.180, при этом ранее предусмотренные гарантии за работу с вредными или опасными условиями труда в условиях, связанными с эпизодической угрозой заражения ВИЧ-гепатитом С, виден отбавки в размере 24% от оклада, и дополнительные дни к отпуску отменены в связи с отсутствием случаев оказания медицинской помощи пациентов с названными заболеваниями. Итак, давайте разберем этот абзац. Абзац состоит из двух частей. Первая часть говорит о том, что все-таки данной категории работников выплачиваются деньги за работу с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, вот это 484-е постановление и так далее. Но вас об этом не спрашивали. Санитарки спрашивали о другом. Они не спрашивали, есть ли выплаты или нет за эту новую коронавирусную инфекцию. Они спрашивали, где соот. И вот вы отвечаете, что нету никакой вредности у вас там в инфекционном отделении, нету вредности конкретно по конкретным заболеваниям, именно по ВИЧ, по гепатиту, по туберкулезу. Не нашли вы там именно этого. А как вы это определили? С помощью какого инструмента вы определили, что нету гепатита и нету вообще никакой вредности? Я вам докладываю, господа прокуроры и члены ГИД, что есть такой инструмент, называется специальная оценка условий труда. Специальная оценка условий труда проводится раз в пять лет, понимаете? И конкретно на новых рабочих местах, либо на рабочих местах, где изменились условия труда. А сейчас существенно изменились условия труда, потому что пришла новая коронавирусная инфекция. Во-вторых, заставляют работать в этих средствах индивидуальных защиты, в которых температура достигает до 50 градусов. И люди там в обморок падают. А еще не заболевают острыми профессиональными заболеваниями. И поэтому там надо было провести специальную оценку условий труда. И наверняка 100% получил класс вредности 3,3 без ВИЧ, гепатита и туберкулеза. Хотя это тоже вопрос, как вы на инфекционном отделении не нашли ни ВИЧ, ни туберкулез. Итак, на два вопроса, где же эти результаты соуд с вредностью, с дополнительным отпуском, дополнительной доплатой. И второй вопрос, где же эти средства для ухода за больными. Мы ответа не получили. Ну а возглавляет весь этот сюр губернатор Ленинградской области Друзденко. Итак, то, что сообщает нам некое издание Леноблинформ, что губернатор Ленинградской области Александр Друзденко считает, что ситуация подогрета и надумана. Итак, на встрече с депутатами областного ЗАГС Собрания Регина Илларионова на встрече народных избранников с губернатором от 24 ноября спросила. Внезапное перезаключение трудовых договоров вызвало негативную реакцию сотрудников больницы, сказала парламентарий. Как им помочь? Ну, здесь подразумевалось, не знаю, что уж там она спрашивала конкретно. Конкретно мы спрашиваем постоянно, а почему нету доп. отпуска за вредность? Где вообще класс вредность на многих рабочих местах и как они определены, почему они упразднены или уменьшены? Почему вы в связи с этим отняли у нас 3,5 года жизни, о чём рассуждалось и рассчитывалось в предыдущих роликах? Можете посмотреть, почему некоторые сотрудники переведены на 6-дневную рабочую неделю, на что Дрозденко отвечает. Ситуация подогрета и надумана. Прежние договоры предусматривали, что гарантированная часть зарплаты работника составляла 30%, а премиальная 70%. По новым договорам основной оклад увеличен до 55%, а на разного рода доплаты приходится 45%. Мы согласны с таким решением. Они согласны. Понятно? Насчёт подогревают. Губернатор Дрозденко. Мы вот здесь разбираем ответ на письмо санитарок. Ответ составлен прокуратурой Ленинградской области, районной прокуратурой Всеволожская и Государственной инспекцией труда. Так вот, наше мнение, что подогревают именно там. Вот именно там и подогревают. Потому что не смогли ответить вот столько органов исполнительной власти всего лишь на два вопроса санитарок. Причём мы не можем утверждать с полной уверенностью, со стопроцентной уверенностью. Мы предполагаем, что как раз они-то и подогревают. И учитывая ответ, возможно, в ложечке. А профсоюз действий ничего не подогревает. Профсоюз действий пользуется Трудовым кодексом Российской Федерации. Понимаю, что некогда читать. Но вот здесь я зачитаю вам. Даже много-то читать не надо. Вот мы как раз исполняем, пользуемся теми правами, которые начертано здесь. Вот хотя бы часть первая, раздел первый, глава первая, статья первая. Итак, какие же права нам гарантирует трудовое законодательство, о чём говорится в этой статье? Социальному партнёрству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. Восстановление условий труда и применение трудового законодательства в предусмотренных законных случаях. Государственному контролю надзору, запятая, профсоюзному контролю за соблюдением трудового законодательства, включая законодательство об охране труда, иных нормативных правовых актов, содержавших норму трудового права. Так что вот этим мы занимаемся в профсоюзе действия, организуя непосредственно профсоюз. Во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Продолжая разговор о трудовом кодусе Российской Федерации, выясняется, что если вы прочтёте статьи 36, 37, 38, 39 и 40, то вы поймёте, что для заключения коллективного договора не надо обращаться ни в ГИД, ни в прокуратуру, ни в суды, не надо обращаться ни к губернатору, ни в ЗАГС собрание, а надо собрать 50% коллектива, плюс один голос, и при участии профсоюза, в который вы все войдёте, соответственно, заключить коллективный договор с администрацией больницы. Вот и всё, что нужно. Ну и данные господа из прокуратуры областной, прокуратуры местной районной, из Государственной инспекции труда, плюс губернатор, просто умнички, вот просто показали всю бесполезность обращения к исполнительной власти для решения трудовых вопросов. Ну, профсоюз действия также займётся и вот этой интересной игрой, которая называется «Пинг-понг», будем играть с прокуратурой. То есть сейчас вот этот шарик на нашей стороне, и мы его сейчас пересылаем непосредственно в прокуратуру обратно, потому что всё-таки мы хотим услышать, уже пойдёт запрос от профсоюза действий, чтобы ответили конкретно на эти два вопроса. Первый вопрос. Какой же всё-таки класс по результатам внеплановый соуд или вообще хотя бы какой-то соуд на конкретных рабочих местах? Потому что только специальная оценка условий труда – это инструмент для определения класса вредности. Соответственно, от класса вредности будет зависеть доплата по этому новому положению, там по приказу 262 Ленинградской области и тому подобное, а также дополнительный отпуск. То есть, каким образом вы отняли у работников 3,5 года жизни? Ну и второй вопрос. Где же вот эти вот средства для ухода за тяжёлыми больными? Где они? Потому что по нашей информации вот эти вот начальники, включая старших медсестёр, просто говорят младшему медицинскому персоналу, да выгребайте всё голыми руками, понимаете? Выгребайте из-под больных голыми руками. Поэтому Зельдина, Надали, Евгения, ну вот вы успокойтесь и разберитесь вот с этим. Что у вас там творится в Морозовской больнице? И наверняка не только в Морозовской больнице. Ну и чтобы прокуратуре и государственной инспекции труда было понятно, куда смотреть, а не то, что им показывают, то я вам намекаю, что, соответственно, чтобы разобраться в специальной оценке условий труда, там есть специальные карты, понимаете? То есть, их надо изъять и посмотреть конкретно, есть ли эти карты. Соответственно, надо обратить внимание о порядке проведения специальной оценки условий труда. Извещались ли работники? Писали ли они отдельную такую бумажку, что они имеют в виду под вредностью на своих рабочих местах? Расписывались ли они после того, как проведена специальная оценка условий труда? А присутствовали ли они непосредственно во время проведения специальной оценки условий труда на своем рабочем месте? Ну и как бы заодно выясните, какой класс вредности поставлен или не поставлен на данном рабочем месте. Непосредственно сейчас в условиях новой коронавирусной инфекции я вам намекаю, что существенно изменились условия труда у работников. Во-первых, появилась новая инфекция. Во-вторых, они работают в средствах индивидуальной защиты. А в помещениях в жаре, там жара внутри повышается до 50 градусов. В этих защитных костюмах люди теряют сознание. Потом разберитесь, наконец-то, почему это они работают по 24 часа в одном костюме. Хотя там на многих стоит срок работы 6 часов. То есть 6 часов надо менять и как бы одевать новые средства индивидуальной защиты. Затем невозможно работать 24 часа в этих костюмах. В красной зоне, наверное, должно быть не больше 12 часов. Либо она 6 часов работает, 6 часов отдыхает. И потом работает следующие 6 часов. Так что мы пошлем вот эти вопросы. Надеюсь, что получим ответы. Разберемся в одном из роликов. И выясним, наконец-то, кто и что и зачем подогревает. Ну а коллективный договор исправит, отменит, либо улучшит те положения, которые вы сейчас подписали в новых трудовых договорах. Ну и будьте здоровы. А пока, пока.